Часто меня задают вопросы о том, как стать миллионером. Хотел бы на это видео немножко рассказывать об этом. Я убежден, что независимо от вашего дохода, если вы будете предпринимать всего лишь 5-7 шагов, и вы обязательно можете стать миллионером. Но почему-то я часто сталкиваюсь с тем, что большинство людей не верят, что они могут стать миллионером. Первые два основных барьера, которые в голове людей. Первый, когда они слышат слово «миллионер», они думают, что это кто-то другой, но не я. Если вы посмотрите историю много богатых людей, миллионеров и так далее, вы видите, что у них не было шанса стать миллионерами. Но если вы собираетесь стать миллионером, первый шаг, что вы должны делать, пожалуйста, формируйте мышление миллионера. Риск находится не в бизнесе, а в самом бизнесмене. Я тоже был такой рискованный, поэтому много потерял. За 7 лет мне удалось 30 долларов в миллионерах вырасти. Добро пожаловать в мир успешных людей. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, наши зрители. Добро пожаловать в нашу рубрику. Поприветствую вас в Газианте. Это Турция, неподалеку от границы Сирии. Я здесь по поводу плантации фисташки и так далее. Ровно 100 лет назад, в 1920-х годах, здесь оказывается начали плантации фисташки и так далее. Я сейчас 100 лет спустя это все пытаюсь делать, строить в Таджикистане. Часто меня задают вопросы о том, как стать миллионером. Хотел бы на это видео немножко рассказывать об этом. На рубрике «Советы от Довлатова» хочу рассказывать несколько о том, можно ли стать миллионером сейчас и как этим может стать. Я убежден, что независимо от вашего дохода, если вы будете предпринимать всего лишь 5-7 шагов, которые обдуманы, планированы, последовательны, и вы обязательно можете стать миллионером. Но главное, если это вы хотите. Вы согласны со мной, что любой человек может стать тем, кем мечтает? Например, кто-то захотел стать инженером, может учиться и станет инженером. Кто-то захотел стать программистом, могут пойти учиться стать программистом. Кто-то летчиком, кто-то изобретателем и так далее. А вот какого успеха он достигает в этой профессии, это тоже зависит от его стремления, от его вложения усилий и так далее. Мы это с вами понимаем и верим. Но почему-то я часто сталкиваюсь с тем, что большинство людей не верят, что они могут стать миллионером. Хотя они хотят этого, но они не верят, что они могут стать миллионером. И когда я начал много работать с людьми, я понял, что, оказывается, первые два основных барьера, которые в голове людей. Первый, когда они слышат слово миллионер, они думают, что это кто-то другой, но не я. А если я стану миллионером, возможно, это когда-нибудь. Но не в ближайшее время, может быть, через 20 лет, 30 лет. Второе, что я вижу, большинство людей считают, что внешние обстоятельства сильнее, чем они сами. Они говорят, я бы хотел стать миллионером, мог бы стать успешным, но если бы у меня не было бы такая-така-така-така причина. То есть они очень большое значение дают внешним ситуациям, внешним положениям. Поэтому им тяжело их преодолеть. Я заметил, что, когда человек в внешней ситуации читает сильнее себя, когда человек в внешней ситуации читает, что внешняя ситуация непреодолима, и он не может это преодолеть, соответственно, у него не получается. У него потом не получается. Появляется, подсознательно он себя убеждает, что я не справлюсь, я не могу. Скорее, он верит в свои неудачи. Скорее всего, он себя убедил, что у него не получается. И посмотрите, потом что происходит. Потом происходит то, во что человек себя убедил, того и добьется. Дорогие мои, давайте несколько минут будем говорить сначала об этом. Первое. Если вы хотите стать миллионером, единственное, кому это больше всего нужно, это вам. Единственное, кто должен больше всего осознать и это понять, что человек может учиться всему, что захочет, это вам надо это принимать. Первым делом, надо видеть себя тем, кем вы можете стать. Умение, понимаете, новое видение себя самого должно быть. То есть, по-новому посмотрите на себя, посмотрите на того, кем вы могли бы стать, и начните воспринимать себя тем, кем вы действительно хотите и можете стать. Когда вы сами себе начинаете воспринимать так и видите себя успешным, постепенно этот человек внутри вас растет, постепенно, постепенно. И это влияет на ваши поступки, на ваш образ жизни, на ваше поведение. А потом приобретайте те навыки, которые для этого очень необходимы. Вы увидите, что через некоторое время меняется образ вашей жизни. Второе. Внешние ситуации всегда преодолимы. Ни одна внешняя ситуация не остается вечной. Если вы посмотрите историю много богатых людей, миллионеров и так далее, вы видите, что у них не было шанса стать миллионерами. У большинства из них, может быть, 70-80% из них, у них вообще не было шанса стать успешными. То есть, когда человек меняет себя, когда человек приобретает те нужные навыки, знания и так далее, когда он последовательно ставит большие цели, но последовательно маленькими шагами совершает действия, чтобы приближаться к ним, со временем наступит день, когда эта внешняя сила становится преодолимы. Например, нехватка денег, нехватка стартовых капитал, нехватка связи, нехватка авторитета, можно сказать, нехватка опыта, это все преодолимо. Многие приходят ко мне и говорят, вот-вот, вот были бы у меня чуть-чуть стартовых капитал, я начинал бы делать, были бы у меня, кто-кто мне научил бы, я стал бы это делать, был бы у меня сильный партнер, который показал бы дорогу, или если у меня была бы какая-то классная идея, я это сделал бы, и так далее, и так далее. Вы знаете, или говорят, вот знаешь, если я не попал бы в банкротстве, если у меня партнеры подвели бы если у меня там сложилось так что у меня на семье много детей или у меня там какие-то катастрофа или долги и кредит и так далее помните все эти ситуации тоже появились впоследствии ваши какие-то поступки и действий помните это пожалуйста но если вы хотите стать миллионером любите ситуации преодолимо всегда вам кажется что ваша ситуация самая сложная человеку свойственно всегда надувать скажем преувеличивать свои собственные проблемы а он считает что чужие проблемы маленькие мои они особенные но интересные люди не видят свои достоинства длительный период они не видят свои возможности в длительный период понимаете а краткосрочном периоде они приоценивают себя они ставят большие цели на краткосрочном периоде потом когда у них не получается они разочаруются это предисловие я рассказывал для того чтобы сначала вы с этим справились если вы хотите стать миллионером но если вы хоть собираетесь стать миллионером теперь первый шаг что вы должны делать пожалуйста формируйте мышление миллионера что значит мышление миллионера это умение видеть что миллион долларов состоит из одного цента начнется с одного доллара это похоже что океан состоится капли воды это похоже что celli горас состоится песчинки или лес состоя из одного дерева и так далее то есть мышление миллионера это означает что эти человек который стабильно стабильно могут действие совершать одной этаже неустанно meling его маленькими шагами пока пока не достигать большой цель мышление миллионер это означает что большой цель умение выйдет маленькими шагами как-то или маленькими кусочками как и постепенно постепенно достигать это мышление миллионера это надо уметь это видит когда ты смотришь на большой гигантской компания и ты понимаешь что скрыть его успеха в чем что ему что его помог стать успешным когда тип ты посмотришь на успешная компания и ты видишь пошага стратегия которым к этому добрался и от чего состоит успех первый формируйте себе мышление миллионера самый легкий способ формировать себе мышление миллионера их три шага примите эти три шага первый начните читать книги которые читают успешные люди или читайте совете миллионеров то есть читайте их биография читайте их книги где их не мысли отражено читайте этого второе старайтесь находиться менять свою среду находитесь рядом с теми людьми которые уже являются миллионером и это очень важно 3 найдите себе наставника миллионера станьте его помощником просто год или полтора два три года просто работать рядом с ним находясь вы автоматом видите что он делает и так далее вы автоматом заражаетесь понимаете успех заразительный это первое что надо делать для того чтобы стать миллионером второе начните научитесь пожалуйста сохранить деньги воспринимайте что деньги это возможность воспринимать что каждый каждый сумма который вы сохраняете перед вами создать новые возможности вспомните что деньги держат под подушкой это самое плохое что вы можете делать для себя и для своей семью таким образом вы украдете будущее своих детей и вы украдете будущее своих можно сказать свою старости и так далее поэтому начните сохранить деньги с такой целью чтобы создать стартовый капитал и с такой целью чтобы потом инвестировать. Но ни в коем случае не надо накопить деньги просто под подушкой, чтобы приобрести что-то. Иначе вы никогда не достигаете вашей цели стать миллионером. Третья вещь. Научитесь стать либо инвестором, либо бизнесменом. Пожалуйста, запомните. Либо станьте бизнесменом, либо станьте инвестором. Если вы умеете создать команду, если вы умеете создать, скажем, если вы умеете разработать стратегию и так далее, займитесь обязательно бизнесом. Как можете заниматься бизнесом? Найдите растущий рынок, найдите идею, которая либо новая, либо уникальная, либо какую-то идею возьмите сами, создайте что-то уникальное в нем. Найдите продукт, в котором есть спрос или создайте спрос и так далее. И делите маркетинг, найдите потребность. Именно берите на тот продукт, за тот продукт, за ту идею, у которого есть будущее. То есть растущий рынок есть, потенциал роста есть. Если вот эти вещи вы видите и умеете делать, займитесь бизнесом. Но если вы не умеете это делать, например, у вас есть любимая работа, тогда, пожалуйста, работайте в своей работе, по-чуть-чуть сохраняйте деньги, займитесь инвестициями. Формируйте мышление инвестора. Вы можете по-чуть-чуть, по-чуть-чуть инвестируя, начиняя от небольших ценных бумаг, по-чуть-чуть-чуть, потом со временем, либо инвестируя, покупая доли, какие-то небольшие проценты, какой-то действующий бизнес, покупая или станьте партнером определенной растущей компании, покупая, можно сказать, либо в недвижимости и так далее, пробретая правильные активы, правильно изучая рынок недвижимости, пробретая определенные правильные активы. То есть, когда вы хотите стать инвестором, перед вами несколько направлений. Вы можете в одном из них стать профессионалом, либо вы можете учиться, чтобы потом заниматься диверсификацией, ваш стартовый капитал. Поэтому с небольшими деньгами начните от ценных бумаг, а потом потихонечку в второе направление, потом в третье направление. Я стал миллионером, потому что я зарабатывал и деньги вкладывал. Я зарабатывал, инвестировал, зарабатывал, инвестировал. Но я делал море ошибки, очень много ошибок делал. Потому что я вкладывал деньги, но у меня не хватало времени, чтобы их контролировать. Я вкладывал деньги, но не хватало времени, чтобы их контролировать. У меня была стратегия такова. Я вкладывал в действующие бизнесы, у меня была такая стратегия. Вкладывать и приобрести долю в действующие бизнесы, растущие бизнесы. Но некоторые бизнесы, которые я вкладывал, те ребята, которые были моим партнером, Кто-то профессионально вел бизнес, я зарабатывал, а кто-то не смог создать команду, не мог масштабировать бизнес, не мог развивать, я потерял деньги. Где-то они приходили мне, показали супер бизнес-план, когда вкладывал деньги, доля вкупали в этих бизнесах, инвестировал. Потом у них не получилось то, что на бумаге, то, что факты были абсолютно разные. Но я много ошибок делал. 67 проектов я инвестировал. Где-то из них сам, это были мои идеи, где подтянул ребят, я сказал, мы сами занимались бизнесом, а где-то просто я партнером стал в других бизнесах, вкупая доли. Моя стратегия была такая. Я очень хорошо понимаю, что создавая денежный поток, создавая денежный поток, несколько источников дохода, я могу стать миллионером. Сначала я денежный поток создал, потом из денежных поток, которые приходили, я начал приобрести активы. Много активы, недвижимости, земли и так далее, и так далее. И параллельно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть приобретал ценный бумаг. 60% денег я вкладывал для построения денежного потока, то есть приобретения доли разных бизнесов. Почему денежный поток? Потому что нужно постоянно поток живых денег, постоянно нужен поток живых денег, наличных денег. Потому что наличные деньги дают вам уверенность, дают вам возможность. А второе, деньги вкладывал в активах. Когда денежный поток, деньги пришли, я вкладывал в активах. И начал в активы выкладывать. Это построение многоэтажных домов, недвижимости, бизнес-центры, школы и так далее. Я начал строить это, теплицы и так далее, рестораны и так далее. А тут остальное я начал вкладывать в ценные бумаги, акции, облигации и так далее. Но в акции, облигации я всегда вкладывал всего лишь 10% от своего капитала, но с стратегией долгосрочного периода. Когда вы покупаете ценные бумаги, то есть я покупаю ценные бумаги с долгосрочной стратегией. То есть ежемесячными приобретениями небольшими суммами. Небольшими суммами ежемесячно. То есть денежный поток, который я создал, 10% из этих капитала, чистое прибыло. Я каждый месяц приобретаю ценные бумаги стабильно каждый месяц, энное количество, но на длительный период. На 20, 25, 30 лет. А почему? Рынок ценные бумаги это такое, что если вы хотите заниматься инвестицией ценные бумаги, не надо в краткосрочном периоде спекуляцией заниматься там, это бесполезно. Вы можете, конечно, это делать, но это ваша стратегия. Но я, исходя из того, что я изучал Урон Баффет, изучал очень много других инвесторов, и я понял, ценные бумаги, если ты хочешь заниматься, 15-20 лет. Но 20 лет это самый идеальный подход. А если ты умеешь стабильно это делать в усредненной форме, то есть каждый месяц энное количество сумм, то есть просто покупай стабильно. И не думай о том, он поднимается сейчас или спускается и так далее. Но в длительном периоде эта стратегия очень хорошо работает. То есть получается, что то, чему я сейчас вам рассказываю, это помогло мне построить 24 бизнеса, 450, то есть больше 500 магазинов по парфюмерии, 24 магазина по оптике, 7 магазинов по технике, то есть это техника компьютера, холодильника и так далее, и так далее. Получается, несколько многоэтажных домов построено, рестораны и так далее, и бизнес-центры, и теплицы и так далее. То, что я сейчас вам рассказываю, это то, что мне помогло это сделать, и я вам рассказываю. Поэтому идите, делайте это. Пожалуйста, откладывайте тот день суммы денег, который откладываете, обязательно инвестируйте. Но инвестируйте правильно. Если вы не знаете, как правильно инвестировать, обязательно посещайте мой тренинг, я инвестор. Обязательно в порядке найдите таких людей, которые уже в этом преуспели. Пожалуйста, консультируйтесь у них. Это вам самый короткий путь и намного дешевле обойдется. На пути того, чтобы стать миллионером, что я понял. Дорогие мои, медленно, это есть быстро. Хочу, чтобы вы это очень хорошо понимали. Например, когда людям говорю, что начни заработанные свои деньги по чуть-чуть сохранить, потихонечку начни инвестировать, по чуть-чуть стабильнее и развивайся. Терпеливо продолжай. Твой доход будет сначала 30% расти, потом 50%, потом 100%, потом 200%, потом 500%. Каждые 2-3 года ты видишь, что по сравнению с 2 года назад у тебя 500-700% доход вырос, но ты продолжай. Это займет у тебя 5 лет, 7 лет или 10 лет, ты мультимиллионер. Много людей смотрят на меня и говорят, что это долго. Но те мои ученики, которые это делали 10 лет или 5 лет или 7 лет, но больше 5 лет, большинство из них успешны. А те ребята, которые мне 15 лет или 10 лет назад сказали, что это долго, я делаю парадвижение как-нибудь, у меня есть свой план и так далее. А вы знаете, прошло 10 лет или 15 лет у них, которые, они до сих пор делят движение. Они то поднимаются, то падают в долгах, то поднимаются, то падают в долгах. Они постоянно берутся или вкладывают какие-то рискованные идеи, какие-то рискованные проекты и так далее. Понимаете, риск находится не в бизнесе, а в самом бизнесмене. Это вы принимаете рискованные решения, это вы идете к рискованным проектам. Я тоже был такой рискованный, поэтому много потерял. Это неправда, когда кто-то вам говорит, что кто не рискует, тот шампанское не пьет. Я считаю, что это неправда. Вам надо изучать риск, вам надо управлять риск. Я не говорю, что вы 100% можете избавиться от риска, но вы можете его уменьшить. Благодаря анализу, благодаря правильной стратегии, благодаря правильной команде и пониманию проекта. Но никогда не инвестируйте в те проекты, которые вы не понимаете. Мой совет к вам, инвестируйте в те областы, где вы сами либо являетесь потребителем этого продукта, либо вы являетесь профессионалом в этом области, либо вы где зарабатывали эти деньги. Вкладывайте их туда, вы однозначно там будете зарабатывать. Но, пожалуйста, не делайте такую ошибку. Люди зарабатывают в одном сфере, они имеют какой-то небольшой бизнес в одном сфере, или сами работают в одном сфере, а потом деньги вкладывают в те сферы, где вообще не понимают. Но когда вы свои деньги берете отсюда, вкладываете в другой сферах, вы гарантированно их потеряете. Потому что тот мир для вас неизвестно. Понимаете, где безопасно? Безопасно там, где вы все понимаете. Когда вы деньги отсюда берете в другом месте, вкладываете, это означает, что вы известные риски меняете на неизвестные риски. Когда вы эти риски меняете на неизвестный риск, у вас риск растет, у вас проблема больше. Помните, безопасно именно в том кругу, где вы все знаете, где вам понятно все. Поэтому деньги, когда объединяются со временем, деньги, когда объединяются с навыками, с правильной командой, правильными людьми, и правильная стратегия, правильная продукция, только тогда дает мощный результат. Мой совет к вам, инвестируйте, разработайте инвестиционную стратегию, разработайте план на миллион, как стать миллионером, и идите вперед. Ставьте перед собой цель стать миллионером. Если вы сначала, то, что я говорил, сначала сейчас, это даст вам толчок, это вам даст костяк, склет даст вам. Но если вам понравится эта идея стать миллионером, обязательно посвящайте несколько моих курсов. Я могу уверенно сказать вам. Как вы думаете, если вы идете к адвокату, он поможет вам стать хорошим адвокатом, юристом. Если вы хотите стать врачом, идите к юристу, учитесь. Как вы думаете, за 7 лет мне удалось вырастить 30 долларов миллионера? В данный момент 300 человек учатся у меня индивидуально, из них 30 человек стал долларовым миллионером. Это означает, что их капитализация или состояние – миллион долларов. И среди них, те, которые зарабатывают каждый год несколько миллионов, то есть несколько миллионов долларов чистого прибыла, а есть те, которые в активах стали миллионерами, то есть суммарное их состояние уже больше миллион долларов. До встречи со мной эти люди работали. Их месячный доход был 3 тысячи долларов, 5 тысяч долларов. Или их капитализация была. За 16 лет работы их капитализация была 70 тысяч долларов или 100 тысяч долларов. Сейчас за 7 лет мне удалось 30 долларов в миллионерах вырасти. Дорогие мои, я бизнес-наставник из Востока. Понимаете? Я бизнес-наставник Востока. Я хороший наставник. Я не коуч, не тренер или кто-то другой. С помощью Бога, с помощью Всевышнего Аллаха мне удается донести до человека, помочь ему раскрыть его сильную сторону, чтобы он смог видеть, как это можно делать. Вот благодаря этому я всего лишь, конечно, как дорожный показатель, я всего лишь причина. Господь сам дает богатство, но я являюсь причиной эти вещи. Поэтому, если вы действительно хотите стать миллионером, постарайтесь попасть в эту структуру, которую мы разработали, которая помогает многим людям. А вдруг кто знает, это может быть ваш шанс? Добро пожаловать в мир успешных людей. К вашим услугам, ваш бизнес-наставник с Востока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok